здравствуйте привет девчата мы тут маленькую подготовку начинаем для прямого эфира так значит у нас тут девчонки потихонечку ой даже уже так много подключаются сразу надо вот так не лучше видно здравствуйте даже сразу же наталья так прикольно сейчас мы чуть-чуть вот так вот увеличим с вами как всегда человек мастер без головы и так девчат сегодня у нас четверг и как всегда в четверг два часа дня мы встречаемся проводим мастер-класс в котором мы стараемся сделать для вас как бы а во первых но конечно же обзор гирлаков и декорации которые вышли компания эми ну а так как я все-таки являюсь представителем этой компании уже много-много лет вот работаю в компании эми и пока еще не рассталась с ней не хочу в принципе этого пока еще держат не выгнали будем работать так значит мы с вами в четверг два часа дня обсуждаем обычно что новенького появилась в ассортименте у компании эми и какие можно быстрые дизайны сделать с теми или иными декорациями так тут пока вопросов никаких нету тут пока все с нами здороваются а мы с вами тогда сейчас обсудим что сегодня было в моем задании давно как у нас как обычно знаете чтобы темы не повторялись как бы задают девчата задания и значит и согласно моему заданию мне нужно было использовать сегодня в работе ну минимум минимум гирлаков значит из тех что у нас новые вышли как бы совершенно 11 такой самый-самый новый это 424 цвет гирлака значит но это такой знаете я его как корпоративный цвет называю вот этот цвет вы видите в наших эфирах много-много-много раз потому что этот цвет флакончика цвет флакончика в котором разлиты наши гирлаки то есть вот вы посмотрите на цвет флакончика вот такого цвета до вышел новый гирлачок корпоративный цвет я одну я просто показываю цвет флакончика если еще раз кому-то непонятно да то есть как вы прошу прощения цвет флакончика видите и вот такой вот цвет на самом деле очень многим нравится такой знаете нюдовый под натуральный цвет как бы да значит оттеночек натурального цвета и очень многим клиентам конечно же быть придется по нраву такой вот цвет очень красивый одного цвета с флакончиком я прошу прощения значит 424 цвет эми очень легко будет запомнить он в продаже уже есть да если это вопрос то я отвечаю он в продаже уже есть да в продаже он у нас есть если это вопрос то отвечаем если это утверждение чтобы тогда подтверждаем вот тут вот ромашки на леса спросил либо спросила либо подтвердила что он уже есть продажи итак 424 цвет цвет color эми да очень легко запоминается натуральный красивый цвет вот такой же цвет как у пузырёчка ой слушайте сейчас со мной девчонки поздоровались тут я вот читаю пока строку беговую да вот нашу эту здороваются я такая отвечаю здрасте здрасте я сама забыла представиться мало ли вдруг у нас кто-то здесь новенький да присутствует на прямом эфире меня зовут наталья как люгина я жил в городе ростове-на-дону работаю инструктором школы екатерина рашниченко и вот по четвергам с двух до трех мы с вами встречаемся проводим мастер-класс так и так кроме корпоративного цвета а хотя знаете я сготовилась как бы кефиру думаю надо же какие-то красивые слова подобрать к этому гель-лаку и вот что я в принципе нашла нашла скажем так и так гель-лак 424 да это цвет фирменный до фирменный цвет компании эми оттенок не только вызывает ассоциации с брендом но является универсальным розовым который подчеркивает женственности красоту придавая ногтям элегантный ухоженный вид на самом цвете на самом деле такой цвет знаете такой здоровый здоровый такой здоровой кожи вот значит этот цвет настоящий символ женс женс нежности и мягкости благодаря своему классическому легкому тону считается идеальным для создания романтических образов высокопигментированная формула обеспечивает стабильный цвет на протяжении всего периода носки а благодаря идеальной вязкости гель-лак быстро самовыравнивается и сохнет в лампе я пыталась вот делать как бы варианты да к этому прямому эфиру девчат в один слой наносила в один слой очень хорошо просыхает и очень классно ложится конечно кисточка округлая в пузыречке обеспечивает равномерное покрытие позволяет нанести материал максимально близко к кутикуле боковым валиком на самом деле качество гель-лаков с каждым разом я считаю что он улучшается улучшается то есть как бы очень плотный красивый цвет который ложится очень тонко хорошо распределяется самовыравнивается и очень быстро сохнет в лампе вот значит любители вот такого надо аля натурель конечно очень как бы я считаю что привлечет привлечет этот цвет так ну дифирам бэгель лаку новому спели так пока убираю в сторону и вариантики тоже пока уберу и посмотрим с вами на новые декорации которые вышли это сейчас как бы выходит не в таком большом количестве декораций как выходили раньше сейчас это знаете так все дозировано все аккуратненько чтобы не было лишь лишнего трата и денег у нас летом июнь в разгаре да сегодня уже у нас вторая половина все-таки июня еще слава богу впереди июля август сентябрь в ростове будет я надеюсь теплый ну и конечно для любителей цветочков да значит ну специфическое название слайдеров nail cruise до объемный дизайн объемные картинки значит номер 40 лиловая дымка очень красивые нежные цветочки прикольно знаете как бы я пробовала опять же готовясь к эфиру и на белом фоне на бежевом фоне можно немножко розовинки какой-то добавить не принципиально важно но смотрится очень очень прикольно и на бежевом цвете данный который мы сегодня должны с вами использовать в нашем задании так это лиловая дымка номер 40 и вот такие вот зелененькие штучки дрючки уже который сезон модно всякие зеленые листики да вот рисунок на тканях там и так далее да то есть как бы и юбки и сарафаны и майки и блузки то есть очень красиво когда с какими-то листочками плюс тут добавлены такие интересные голубые птички ну и картинки еще раз скажу это объемные да мы кстати давно с вами в дизайнах не применяли декорации в виде объемных до пяти дешных таких картиночек и так номер 40 и 41 лиловая дымка и калибри а я не сказала название до калибри здравствуйте добрый день здравствуйте присоединились всем привет и вам привет галина и так девчат значит дальше что мы будем еще использовать значит уже давно не выходило как бы новых пластин для стемпинга а стемпинг он сейчас впереди планеты всей мне кажется ногтевой потому что стемпинг кто только не делает кому-то кому-то не лень я считаю что опять же облегчили конечно работу мастера по самое не хочу значит взяла пластинку вот такую вот цветы и узоры называется эта пластина значит ну чем хороша что здесь конечно есть и узоры какие-то и кружева и цветочки и если кто давно давно уже дружит с компаниями если кто дружит с материалами от компании эми у нас свои какое-то время назад даже страшно сказать сколько лет назад мама дорогая как начинаешь думать значит какое-то время назад у нас были слайдеры слайдеры значит и виде вот таких вот сеточек и и виде всяких цветочков когда вот появились вот такие вот первые слайдеры вот с такими картинками кто помнит можете там поставить плюсик значит вышли слайдеры с орнаментами первые они были в белом цвете в терракотовом таком цвете потом чуть позже уже в черном и бел в черном и белом цвете но все начиналось такого полупрозрачного цвета и они были видны эти слайдеры только на светлых оттенках пастельных оттенках гель-лаков вот и значит приклеив слайдер еле-еле заметный значит по готовой поверхности потом выполняли рисуночек то есть повторяли его вот и такой курс назывался nail crust если сказать что у нас даже вот знаете надо было подготовиться что то я так воспоминание ударилась значит за три месяца пока курс прошел ну проходил курс nail crust каждый день порядка 15-18 человек проходила этот курс каждый день работали без выходных и эта техника ушла в народ то есть прикрепляли слайдер закрывали матовым топом или глянцевым топом и потом уже по слайдер выполняли дизайн то есть такое впечатление было что вот мастер такой вот крутой да и мог сам там нарисовать всякие там вообще мелкие мелкие какие-то детали кружева там прорисовать и так далее вот и конечно эта техника когда ты рисуешь гелевой краской по готовой поверхности значит гелевой краской без остаточной липкости по готовой поверхности у нас такая краска называется m-pasta тоже многим мастерам она знакома импаста бывает разного цвета импаста до белый рафинад вот и импастами выполняли дизайн сверху по готовой поверхности и как бы такой был объемный дизайн который хорошо просыхало хорошо стоял до следующий коррекции вот потом появились слайдеры с цветочками их мы раскрашивали в технике акварели то есть прикрепляли цветочек на белые например фон и в технике акварели раскрашивали значит от светлого к более темному значит лепестки что создавали вот эффект от этого как бы свет полутень тени получались красивые акварельные цветочки не нужно было много трубки racism и не нужно было от руки рисовать то есть мы прикрепляли слайдеры слайдер раскрашивать вот это конечно же когда итоги конкурса девчат ну менеджера наверно к нам подключаться и расскажут вам про конкурс потому что я немножечко не владея ситуации вот менеджеры я надеюсь про конкурс вам что-то скажут ось хорошо вот значит и потом так как слайдеры где-то были в продаже где-то не были где-то пользу то пользовался кто-то не пользовался появилась пластина для стемпинга да то есть появилась новая техника и вот эти все знаменитые узоры знаменитые вот эти вот вензель очки розочки для акварели вот эти вот дизайна красивые значит кружева перенесли на эту пластину обозвали эту пластину позвали конечно назвали цветы и узоры а вот и вот значит вот эти вот отголоски прошлого как бы вот воплотились в эту пластину. И теперь можно в новой еще раз как бы брать эти же рисунки и в новом виде, в новой технике как бы представлять нашим мастерам. Так, все. Итак, пластина для стемпинга «Цветы и фрукты». Так, ну и в принципе, в принципе, все. То есть будем обходиться сегодня минимальным количеством материалов и потихонечку начнем делать. Сейчас я одену перчаточки. Итак, значит, давайте начнем, например, с темы вот этих вот лиловых цветочков. Красиво будет смотреться на каком фоне? На каком-нибудь сиреневом, на розовом, на белом, на бежевом. Вот, я думаю, что как раз-таки мы сейчас как бы обеспечим себе какой-нибудь фон. Вот смотрите, вот можно там на задний план более темный какой-то рисунок сделать, можно сделать вот так вот на передний план, даже кружева добавить. Так, сейчас что-нибудь придумаем. Давайте в сочетании, например, с белым мне очень нравится, очень нежно смотрится. Так, самая главная наша задача, конечно же, корпоративный цвет «Эми», да, использовать в работе. Сейчас вот так вот чуть-чуть подальше. Итак, давайте. Основной цвет, конечно же, будет наше задание. Вот тут вот нам, пока я не начала еще, итоги конкурса нам подсказали, официальная наша группа девчата-менеджеры подсказали, итоги конкурса сегодня будут. Так вот, про который, вероятно, вы спрашивали. И вот девчонки написали, как же я люблю эту пластину, как я ждала эту пластину. Я говорю, те мастера, которые вот давно работают, знают эти все орнаменты, все рисунки, они, конечно, знаете, узнаваемые, узнаваемые. Ничего не скажешь, конечно, узнаваемые. Так, ну давайте. Я предлагаю сделать верхнюю часть ноготочка, например, белым цветом. Белый цвет всегда есть у всех мастеров. Это, знаете, как отче наш, 001, белый лотос, без всяких проблем. То есть, как бы он всегда у всех есть. Не обязательно белый лотос от компании «Эми». Конечно же, любой другой гель, белый гель-лак. Так, ну и верхнюю часть ноготочка я покрою белым. Просто, опять же, сегодня такие идеи быстрых дизайнов, да, в которых не нужно будет вообще рисовать. Так, ну постараюсь аккуратненько, мне не очень удобно под камерой. Ну и тем не менее. Так, все, вроде бы аккуратно. Так, белый цвет, конечно же, мы просушиваем в лампе 30 секунд. Так, и после этого подключаем наш цвет «Эми», да, «Колор Эми». 424-й цвет, который нам обеспечит как раз-таки красивый такой, знаете, он такой как кремовый, прям такой красивый, розово-кремовый, классный. Может быть, камера немножко сейчас будет искажать реальность, но цвет, конечно, убойный. Те, кто любят бежевый оттенок, я считаю, что это будет любовь. Своего рода любовь. Даже вот без всяких там градиентов и так далее. Хотя, знаете, я как бы делала градиент белый плюс 424-й цвет, белый лотос плюс цвет «Эми». Очень легко смешиваются, однородное покрытие получается без всяких проблем. Просушиваем в лампе 30 секунд. Ну и, конечно, на клиентах нужно будет повторить еще раз, да, то есть еще разочек нанести белый цвет, просушить, потом бежевый цвет. Хотя и белый лотос, и цвет «Эми», эти гель-лаки, конечно, имеют такую плотную консистенцию, вот так скажу. Так, и бежевенький. Очень плотный оттенок, никаких признаков прозрачности, поэтому даже достаточно иной раз нанести и один слой. Так, просушиваем. Вот здесь у нас, пока у меня сохнет, значит, присоединились, присоединились. Елена пишет, а у меня мелкие рисунки не отпечатываются почему-то с пластины. Ну, на самом деле, как бы, тут важно, каким материалом вы пользуетесь, чтобы отпечатать, например, рисунок. Это же может быть лак, это может быть лаковая краска какая-то, да, специально для стемпинга. Это может быть гелевая краска без остаточной липкости. Мы, например, работаем, например, когда проводим курс по стемпингу, мы множество рисунков делаем и лаковой краской, видите, вот это имя, белый лачок, белый лачок. И эмпаста, это гелевая краска. И, в принципе, и тем, и тем очень удобно работать. Самое главное, каким образом вы, ну, как бы, во-первых, скорость, скорость, потому что лак очень быстро высыхает на пластине. Эмпаста, конечно, не высохнет до тех пор, пока вы не поставите эмпасту в лампу, да, не высушите. Вот, значит, с эмпастой можно работать спокойно, размеренно, даже выйти там чайку попить, а потом продолжить. А, например, с лаком, с лаковой краской, тут, конечно, нужно делать все это быстро. И очень важный момент, когда вы нанесли и убрали все излишки с пластины, конечно, важно, как бы, как вы набираете на подушечку для стемпинга, как вы набираете краску. Например, гелевую краску надо набирать медленно, спокойно, нажали, подняли. А, например, лаковую краску нужно набирать таким образом на подушечку. Вообще, вот, знаете, от слова совсем не проявляет никакого усилия. То есть это должно быть вот мимолетно. Раз, раз, не давить. Не давить ни в коем случае. Так, давайте я вот отсюда уберу этот вот пластик, ага, уберу, а то отсвечивает. То есть получается не давить. Вот легкое, вот, знаете, как будто вот одним пальчиком. То есть вообще не давите ни при каких обстоятельствах. Лак нанесли, излишки убрали и оп, легко. Хотите от себя, хотите на себя, хотите в сторону. Но так, чтобы не деформировалась абсолютно подушка. Вот, если гелевые краски, то, конечно же, можно нажать и медленно убрать. Нажать и медленно убрать. А вот с лаком нужно делать все это быстро. И будет все абсолютно выбираться, любой рисунок, и более мелкий, и более крупный. Так, 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 у меня мелкий рисунок не отпечатывается почему-то с пластины. Так, ага, с пластины, да, я увлеклась рассказывать, как набирать на подушечку, да, то есть для стемпинга. Вот, а когда вы начинаете отпечатывать на ноготочек, очень многие мастера, значит, советуют, например, убрать дисперсию, убрать липкость с поверхности. Вот, на самом деле, если вы не уберете липкость, мне кажется, наоборот, только лучше печатается, как бы, на липкость, да, то есть, как бы, если вы делаете это медленно, то на липкий слой гирлака очень хорошо отпечатается. Если вы убираете, значит, дисперсию, тогда вот только что, вот, меня тут промелькнуло, ой, у меня падает, девчонки, сейчас, секундочку, штативчик, сейчас, я сейчас закреплю его. Угу, закрепила. Вот, и только что здесь промелькнула такая фразочка, кто-то нам тут подсказать. Так, 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 сейчас, 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 присоединяюсь, краска для стемпинга Эми, лак должен быть жидким, да. Вот, смотрите, Саша пишет, попробуйте отпечатать на ультрабонд, да, то есть, вы, если вы вытираете дисперсию с поверхности вашего цветного покрытия, нанесите ультрабонд на поверхность, и потом отпечатается любой рисунок. На самом деле, даже если лаковая красочка прям застыла на поверхности вашей подушечки. Так, все, я штативчик просто чуть не упал. Так. Ну, вот, видите, либо на липкость, либо на ультрабонд, все, глаза подняла, значит, все хорошо, все совпало. Отлично. Итак, девчат, на самом деле, мне сейчас, в принципе, все равно, чем отпечатать, и я предлагаю отпечатать импастой, да, импастой, например, потому что это такой вот специфик, специфический материальчик, импаста, белый рафинад. Так, нужно будет взять отдельную кисточку и отпечатать какой-нибудь рисуночек, да, узорчик. Видно, например, вот такой вот, с веточками. На самом деле, оно просто будет смотреться, как кружево на заднем плане. Импасту нанесла отдельной кисточкой, и, знаете, я так немножечко не поленюсь и аккуратненько прям заполню вот так вот тонким-тонким слоем. Можно было только оставить капельку импасты в начале рисуночка. Так, ну и теперь аккуратненько. Я сейчас, наверное, на экране покажусь вам очень странно, но я пластиковой карточкой пользуюсь. Пластиковой карточкой абсолютно любой. И как будто бы слегка заполнив картинку импастой, убираем все лишнее. Так, и вот теперь можно спокойно, медленно, никуда не торопиться, потому что импаста пока не попадет в лампу, да, никуда она от вас не денется. И вот он рисунок, который набрался полностью, без всяких проблем. И я даже похвастаюсь, похвастаюсь, проходит, видите, время. И ничего не случается, то есть как бы импаста не высохнет. Так, смотрю, чтобы ровненько, например. На самом деле, если бы у меня сейчас даже попал рисунок куда-нибудь на белый фон, его просто бы тупо было бы не видно, правильно же? Так, вот тут вот сбоку немножко не допечаталось, но я сейчас допечатаю, не буду так оставлять, пусть. Хотя там потом ляжет картинка. Все, кружево белого цвета легло на наш цвет Эми. Так, и просушиваем в лампе. Если бы это была лаковая краска, девчат, конечно же, я бы не сушила в лампе, потому что лаковая краска, лак высыхает очень быстро на поверхности. А импасту, конечно, нужно будет подсушить. Так, ну и теперь, что можно сделать? Можно разделить два этих части ноготочка, ну как бы пополам, да, наш ноготочек, раз он у нас и в цвете отличается. Самые мои любимые шермиконы, золотые и черные, можно, конечно, было бы взять и белые. Значит, линии, линии черные, линии белые, линии золотые, линии серебряные. Чтобы не рисовать от руки, можно просто их прикрепить на поверхности. Можно прикрепить и одну, и вторую, золотую и черную, да, без всяких проблем. Ну, а если речь все-таки зашла за шермикончики, за наклеечки, то, конечно же, мы рекомендуем их приклеивать на топ Теклос. Топ Теклос в нашем случае это топ без липкого слоя, да. Во многих гелевых системах есть такие топы, ну, в нашем случае вот такое специфическое название Теклос. То есть, знаете, как бы очень многие мастера знают, раз Теклос, значит, от компании Эми. А вообще, как бы можно не зацикливаться любой топ без остаточной липкости. Так, и мы с вами тонким-тонким-тонким слоем наносим и просушиваем 30 секунд. После этого, девчат, все очень просто. Конечно же, мы наклеим наклеечки, можно добавить еще даже какие-нибудь словечки. Это шермикончик, который называется фразы, да, всякие такие слова тоже, видите, на пластиковом носителе тоже как бы можно приклеить на идеальную поверхность. Так, ну, а мы с вами определимся, какой слайдер будем сейчас цеплять на поверхность. Так, еще раз повторю, я воспользуюсь сейчас картинкой лиловая дымка номер 40. Так, просто я уже брала один в работу, вот я уже из него вырезала, из него уже и вырежу. Так, из него же и вырежу. Какие мы с вами цветочки возьмем? На самом деле, не принципиально важно, но все же хочется, чтобы было очень даже, очень красиво. Поэтому можно даже, знаете, как бы не один, но если маленький ноготочек, то, конечно, достаточно будет и одного. Так, это у меня просто мокрая салфетка лежит в коробочке. Так, это один цветочек. Так, и я, наверное, сразу прикреплю еще один. Вы не будете против? Будет прикольно. Я сейчас составлю композиции не из одной наклеечки, а из двух, например. Но это не наклеечка, а переводная картинка, слайдер, да? Вот так. Итак, водичка. Приклеиваем наши шермикончики. Делим ноготочек на две части. Давайте, чтобы хорошо было видно. Типа, мы взяли с вами пинцет. Всем здравствуйте, написали. Лена написала. Здравствуйте. Так, мы сегодня делаем дизайны, пользуясь минимальным количеством гель-лаков. Это у нас белый лотос с вами 001. И новый цвет. Цвет Эми 424. Очень красивый. Кто знаком с продукцией Эми, знает, в какие пузыречки разлиты гель-лаки Эми. Вот как раз таки вот цвет пузыречка. Это корпоративный такой наш цвет. И вышел точно такой же гель-лак. Но на самом деле оно уже давно напрашивалось. Потому что, вот допустим, даже вот я немного работаю с клиентами. Есть, конечно, несколько человечков таких, знаете, преданных, которым уже делаю ногти. Страшно подумать. У меня клиенты есть, девчат, которые ходят ко мне, представляете, 17 лет. И вот вместе живем, вместе растут дети, вместе взрослеем. Ой, страшно сказать, стареем. Ну, потихонечку продолжаем работать. Так, ну, взяла черную полосочку, да, сильно как-то так она выделяется. Но, конечно же, я попытаюсь немножечко украсить золотом. Золотом. И тогда они вместе будут очень прикольно смотреться. Золото, конечно. Снежечка, конечно, немножечко украсит. Причем золото мы сейчас чуть-чуть выше черного цвета. Вот сюда приделаем. Можно было бы и белую полосочку прилепить по границе, да, но тогда на белом фоне нужно было бы все равно что-нибудь выделить. Так, у клиентки отваливается ноготь от ногтевого ложа. Сейчас, девчата, оп. Так, все, убираем все лишнее аккуратно, тоненькими ножничками. Все приклеили и обязательно-обязательно разгладили. Сейчас, девчата, я кусочек шармякона пытаюсь просто на пластик вернуть. Так, все. Знаете, такая заготовка подойдет как универсальный дизайн. То есть это же могут быть сочетания совершенно разных цветов, правильно же? Да, белый и любой другой вообще пастельный. Так, и теперь вот еще у меня тут руки чешутся. Всегда люблю какое-нибудь словечко приделать. Знаете, он как бы всегда осовременивает любой дизайн. Так, какой-нибудь. Еще бы знать хорошо по-английски, но я думаю, что никаких тут плохих слов нету, поэтому спринг. О, давайте вот это. Весна, что ли? Хотя лето, конечно. Ну, летние наклейки все использовала уже. В смысле название про лето. Сейчас, девчата, очень неудобно в перчатках. Сейчас, секундочку. Угу. Сейчас, сейчас, как? Нет, не открепляется сейчас я другое какое-нибудь. Облегчу себе немножечко жизнь. О. Вот так. Все. С наклейками покончено. И теперь вот на эту часть, конечно же, лягут слайдеры, да, наши объемные. Так, слайдеры мы прикрепляем, девчат, на слайдер топ. Если слайдер топа у вас нету, то тогда прикрепляете просто на жидкую базу, да, тоненьким слоем наносите просто жидкую базу. В нашем случае это БС-гель. И после этого прикрепляете на поверхность. Вот заодно слайдер топом тоненько-тоненько перекроем наклеечки, которые наклеили. Так, перекрываем. Я обычно слайдер топ не сушу 30 секунд. Я сушу перед слайдерами минут, секунд 10-15. Прикрепляю слайдер, досушиваю, а потом уже перекрываю. Так, как бы, получается, на мой взгляд, намного лучше. Так. А я пока вот подушечку для стемпинга вытру, чтобы, не дай бог, она не стала мутной, потому что в работе просто... Не, на самом деле можно и мутной подушкой работать, но, как бы, мне вот неудобно. Часто хочется куда-то приметиться, наметиться и прикрепить, ну, как бы, отпечатать рисунок куда-то в определенное место. Если подушка мутная, то этого просто тупо не видно. Поэтому стараюсь очищать скотчем, конечно. Так. И теперь мы с вами прикрепляем наши слайдеры, да, которые уже тут давным-давно лежат и ждут своего часа. Можно, кстати, многие, знаете, как переносят? Вот так, на подушечку видно? Вот так взяли. И теперь аккуратненько прикрепили вот так на поверхность. Так. Взяли вторую картинку. Видно? Вот так. Раз. И теперь второй цветочек. Так, я немножечко, конечно же, намечусь. Вот так. Видите, была коротенькая веточка, стала более длинная. Вот сейчас мне кто-то тут, девчата, написал. Я тоже так переношу. Татьяна написала. А я, знаете, вечно все время пальцами, ногтями. Они всегда длинные. Ногти, как продолжение пальцев. Но сейчас мне, конечно, нужно было бы выглядеть достойно. Поэтому я так про подушечку себе напомнила. Так что я не всегда дисциплинирована. Так, все, прикрепила, девчат. Я вот теперь досушиваю. То есть, получается, слайдер-топ сушила 10-15 секунд. Если слайдер-топа у вас нет, то можно воспользоваться просто жидкой базой. Нанести базу тоненько, просушить 10-15 секунд, прикрепить слайдер, досушить недостающие 10-15 секунд. И после этого уже подумать о том, как мы это будем перекрывать. А перекрывать мы с вами будем, конечно же, топом. Можно любым топом, можно матовым, можно глянцевым. Но любой слайдер мы обычно обрабатываем ультрабондом. В нашем случае ультрабонд. В любых других гелевых системах эта жидкость называется праймер. Жидкость, которая работает как двойной скотч, который вы наносите перед тем, как нанести базу для хорошего сцепления свободного краешка с базой. И поэтому мы берем с вами ультрабонд или праймер и хорошенечко обрабатываем вот этот наш 5D-шный слайдерок. И в отличие от любых других тоненьких слайдеров, девчат, здесь можно прямо взять и очень хорошо, хорошо, хорошо. Во-первых, растворится пленочка, которая выглядывает из-под объемных элементов картинки. Вот, и она сама как будто бы прорезиненная, и поэтому ультрабонд ее хорошо пропитывает. Вот я прям несколько раз прошлась. После этого высыхает на воздухе ультрабонд, и затем вы закрываете любым топом, которым вы работаете. Хотите глянцевым, хотите матовым, это не принципиально важно. Ну, я тут наклеивала наклеечку, да, шермикончик в виде золотой полосочки, поэтому я, конечно, покрою сейчас топом глянцевым, чтобы она блестела. Хотя на самом деле вообще не принципиально. Я взяла, девчат, я крышку не могла отрыть, ультрашайм, сейчас секундочку, ультрашайм, ультрашайм взяла и наношу на поверхность. Значит, аккуратненько выравниваю, аккуратно, как бы сверху вниз, да, от свободного краешка натягиваю вниз. Это волосок попался. Все, кисточку отжимаю во флакончик. И теперь, девчат, чем хорош этот дизайн? Тем, что мы использовали декорацию объемную, и нам нужно сохранить этот объем. Я обычно, знаете, как делаю? Беру просто кисточку какую-нибудь чистенькую. Ну, вот у меня сейчас под руками была кисточка для градиента. И просто с самой картинки, как будто бы слегка. Вот кисточка для градиента, она, знаете, хорошо убирает излишки где-то между лепесточками, между листочками, сохраняя объем нашему слайдеру. Так, и просушиваем. Просушиваем в лампе. Когда итоги... Ась, мне кажется, вы уже спрашивали, и девчонки вам отвечали, что будет подведение итогов сегодня. Вот. Значит, мы просушиваем с вами, и я опять же вернусь к разговору об эмпасте. Что такое эмпаста? Гелевая краска без остаточной липкости. Когда уже полностью дизайн готов, мы можем с вами вернуться к эмпасте. И вот если вы присмотрите сюда, то вот эти маленькие-маленькие горошинки немножечко украшают картинку и закрывают те неловкие места, которые остались, знаете, так немножко несуразные. Мы все-таки две картинки вместе соединили. И место соединения можно взять и немножечко проработать вот этими маленькими-маленькими точечками, которые добавят, наоборот, какой-то красоты, легкости, пушистости и так далее. Есть миллион клиентов, которые любят абстракции, геометрию всякую, мраморы там и так далее. Я вас уверяю, что есть наибольшее количество такое число, армия прям клиентов, девчат, которые как раз-таки очень любят всякие цветочки такие. Ну все-таки же девочки-девочки, как говорится, да, то есть как бы на одном пальчике, ну пусть там где-то будет веточка с цветочком. Так, я сейчас возьму тоненькую кисточку, такую. Все прекрасно знают, что это у нас беленькая синтетика взяла, 5 дробь 0, КЗЛ, 5 дробь 0. Спасибо большое, буду предлагать дизайн такой. Да, на самом деле, видите, очень легко делается, если бы еще и не лялякать, такой дизайн может занять. Ну давайте посчитаем, можно просто посчитать, нанесли белый цвет, подсушили, допустим, даже если 30 секунд, нанесли бежевый цвет, подсушили еще 30 секунд. Еще минута уйдет, если вы продублируете вторым слоем, то есть это получается где-то примерно 2-2,5 минуты. Дальше покрыть теклосом, да, и приклеить шармиконы. Теклос 30 секунд, ну 30 секунд приклеить шармиконы, да, получается 3 уже с половиной минуты, ну грубо там, пусть будет 4. Все, слайдер топ нанесли 10-15 секунд, подсушили, в этот момент слайдеры, конечно же, уже размачиваются в водичке, прикрепляете, просушиваете, закрываете топом. То есть дизайн на одном пальце одной руки и на другой, ну и на пальчике на второй руке может где-то занять примерно 5-7 минут. Вот, это очень быстро, и на всех же пальцах этого делать не стоит, правильно же? Да, правильно. А еще давайте сейчас вот просушу этот момент. Так, все, веточка у нас готова, цветочки у нас объемные, так, ничего у нас нигде не торчит. Ну объемчик есть, конечно, можно убрать пилочкой слегка там с краешку. Сейчас я достану пилочку на соседнем столе. Вот здесь немножко, мне кажется, чуть-чуть убрать надо, а то оно чисто зрительно окажется бок какой-то широкий у типсинки убрала чуть-чуть. Так, все, просушиваем. Так, ну и для самых смелых можно взять и еще рисунок, который мы с вами отпечатали, как раз-таки в технике Нел Крус еще и прорисовать. То есть я, видите, отпечатывала такие веточки. Можно взять, например, импасту и аккуратненько взять и вот эти вот всякие вот эти вот листочки, и можно все равно взять и все это дело. Прорисовать. Если вы давно не разукрашивали разукрашку, то как раз-таки очень даже будет интересно. Так, мне отсвечивает фонарь, но я все равно могу подстроиться сейчас. И вот таким вот образом я, наверное, даже просушивать не буду, не буду вам голову загружать. Но на самом деле прикольная тема, если еще взять и повторить тот рисунок, который мы с вами отпечатали. Я прямо беру и повторяю рисунок, тот, который вижу там вот внизу под топом. Эмпаста, да, позволяет мне это сделать без всяких проблем. Эмпаста стоит в любую толщину. Ой, ну не прям совсем уж в любую, это я уж так, что-то прям сама сказала, сама испугалась. Ну, в объемной, да, дизайн можно делать? Просто уже будет много всего, но не буду больше, ладно? То есть вот тот рисунок, который я отпечатал, я еще могу взять и сделать его объемным. Знаете, нет пределу совершенства. Хорошо бы, когда еще клиент, да, сказал, о боже, теперь я вам заплачу за этот царь-ноготь не 100 рублей, а 120, да? И мы будем очень рады. Все, просушиваем. И давайте какой-нибудь вариант замутим, такой какой-нибудь быстрый, тоже бежевый цвет, плюс картинки слайдера, который называется у нас вот этот, зелененький, калибри, да, с зелеными листочками. Просто на примере зелененького салатового цвета хотела показать, что можно по большому счету с любым цветом его сочетать. И давайте мы теперь возьмем в основу, например, нет, в основу это, конечно, цвет Эми. Вот мы его сейчас покроем, 424-й цвет. Пузырек, цвет пузырек. Давайте вот так. Ой, не прокрыла с этой стороны, не видно из-под камеры, но сейчас прокрою. Итак, считаем опять время. Значит, цветное покрытие сделали, ну, допустим, пусть вы там полминуты покрывали, полминуты подсушили. Можно, да, вот так примерно посчитать, сколько во времени займет наш быстрый дизайн. Ой, давайте мы вот так поменяем местами, чтобы красиво было на фотографии, если вдруг кто-то будет фотографировать. Так, вот такие у нас варианты, да, и сейчас попробуем с зелененьким, да, что-нибудь замутить. Примерно так же. Так, 30 секунд просушили. И можно взять и отпечатать рисунок, да, на всю поверхность. А потом уже закрыть любой вот участок цветом, который мы будем с вами дополнять. Так, давайте отпечатываем рисунок. Сейчас мы пластинку вытру. Лучше всего пластину вытирать жидкостью для снятия гель-лака. Не знаю, девчат, может быть, кто-то чем-то другим стирает. Перепробовали целую кучу всего. Считаю, что лучше всего все-таки пластину вытирать, как ни крути, жидкость для снятия гель-лака. Обезжириватель так хорошо. Особенно лак не вытирает. Обезжиривателю можно вытереть гелевую краску. Но, например, лак или лаковую краску обезжириватель не вытирает. А жидкость для снятия гель-лака как раз-таки пластину вытирает очень-очень хорошо. Так, ну давайте. Например, давайте какой-нибудь на задний план, да, чтобы как кружевное что-то было. Вот эти вензелечки, например, отпечатаем. Девчат, я знаю, что очень много мастеров, которые там смотрят какие-то трансляции и говорят, ой, да на черт оно надо, да зачем оно надо. Девчат, есть клиенты, которые не любят дизайн и не будут никогда в жизни делать? Но есть клиенты, которые хотят дизайны. И надо, чтобы вы всегда были интересными для этого клиента. Вот, и поэтому как мастер хорошо, когда вы знаете разные техники. Да, чтобы клиент, ни один клиент не застал вас врасплох. А это умеешь, умею. А если умеешь, умею. И если вы как бы можете, нужен какой-нибудь там тема, там сарафан кружевной, да, или там, не знаю, свадебный маникюр. Можно просто взять, любым пастельным цветом ногти покрыть, а сверху как раз-таки поставить кружево белоснежное. И все будет хорошо. Так, это гелевая краска импаста. Поэтому я себя так вальяжно веду, разговоры разговариваю, потому что импаста не высыхает, пока вы не поставите в лампу. Медленно, спокойно нажала, и также не медленно, а медленно, спокойно подняла. Видите, очень четкий отпечаток белой импасты, если честно, работать одно удовольствие. Так, ну я буду отпечатывать сейчас на весь ноготь, не буду сейчас тут вот как бы выделять какую-то часть. Я потом не знаю еще, где расположу дополнительный цвет. А пока обсуждаем технику стемпинг. И у меня на подушечке импаста. Кстати, можно даже немножечко подсушить импасту в лампе, и потом отпечатать. И видите, я дисперсионный слой не снимала, ничего, абсолютно печатала как есть. А вот теперь нужно обязательно подсушить. Подсушить. И каким вот образом, да, вот я подумала, господи, зеленый цвет и бежевый, как совместить? Ну, самое главное, да, бежевая это всегда может быть основой. И в данном случае я сделала, конечно, бежевый цвет, 424 цвет Эми, как основу. А теперь смотрю вот на эти зеленые листочки. Девчат, очень хорошо совместить эти цветочки с каким-нибудь зелененьким, да? Один из последних симпатичных таких летних зелененьких у нас был с вами в наборе Soulful Morning. Помните вот эти 8 оттеночков пастельного, пастельных оттеночков? И как раз-таки здесь есть вот зелененький, например, цвет. Вот он, видите, сверху лежит, 412. Так, видите, вот такой зелененький, да, вид? Вот я его сейчас возьму и добавлю в работу. Он просто у меня будет хорошо сочетаться как раз-таки с моими зелеными листочками. Смотрите, вот зелененький цвет, да, зеленые листики, почему бы и нет? Все, и мы к основному цвету теперь добавим чуть-чуть зелененьких красок. Так, просушили. Причем, знаете, даже не будем особо там мучиться какую-то часть ногтя закрывать, не часть ногтя закрывать. Можно просто взять там снизу протянуть, например. Вот смотрите, допустим, берете вот так аккуратненько по центру, добавляете прям на ноготь пятнышко зелененькое. А еще можете добавить белое пятнышко. Хотите добавить белое? Давайте добавим белое. Хотите, можно розовое. Или, кстати, можно было голубое, если там птички калибри голубые. А мы сейчас посмотрим, может, куда-нибудь и добавим. Не хочу, чтобы он закрыл весь ноготь этот цвет, поэтому возьму, только на кончик нанесу. И теперь попрошу клиентку пальчик перевернуть. И просто аккуратненько потяну гирлочок вот так аккуратненько-аккуратненько вверх. Так. И теперь точно не менее аккуратненько возьму и потяну вот здесь рядышком, например, беленький. Не хотите, не добавляйте. На самом деле, он сейчас чуть-чуть даже где-то подсливается. Чувствуете, много нанесли. Возьмите, вернитесь обратно и снимите излишечки. Так, есть такое цвета. Так, пока сохнет, я тут подниму голову и прочитаю строку беговую. Великолепно оригинальный дизайн. Татьяна, спасибо большое. Спасибо вам. Буду предлагать дизайн такой. Да, на самом деле, делается очень быстро. Участь у вас и некоторые дизайны уже повторила на клиентах. Они по результату были очень довольны, что придя на коррекцию, просили что-то в этом вроде. Да, на самом деле, прикольно. Я же говорю, есть любители, девчат. Так же, как и мастера. Знаете, иной раз мастер любит красный цвет, покрывает всегда себе красным цветом. Никогда в жизни не предложит никакой другой своим клиентам. И клиента такими же красными покрывают. А есть мастера, которые любят только белый френч или, например, как я, черный. Кстати, вот я черный френч, да, 17 лет хожу с черным френчем. Мне считают, что он меня стройнит, и он мне, как бы, самый симпатичный дизайн, по крайней мере, для меня. Но ни один клиент у меня не ходит с черным френчем. Всегда смотрят на меня, как бы, крутят у виска, говорят, тетяка, ты нормальная. Вот. И, как бы, и вот я окажу себе чудачкой, таким людям чудачкой, правильно же? Я вот вместо беленького лучше голубенький добавлю. Смотрите, вот так. Зелененький, голубенький, чуть-чуть можно на зелененький зайти. Все. Просушиваем. По поводу сохранится ли эфир, да, всегда сохраняем, девчат. На ютюбе у нас, на ютюбе у Екатерины Николаевны Мирошниченко обычно мастер-классы все эти висят. Можно пролистать, посмотреть, а мы пока, пока он не сохнет, мы с вами обсуждаем новые слайдеры и новый корпоративный цвет, цвет Эйми. Это гирлак 424. И, знаете, как бы, те мастера, которые не любят никаких дизайнов, возьмите этот цвет и просто покрывайте клиентом. Они ему очень понравятся. И очень красиво делать градиент, когда переход цвета. Я вот тут, у меня есть на одной типсе градиент. Вот, видите, белый, плавно переходящий вот этот в корпоративный цвет Эйми. Видите, очень легко переходит, очень легко делать сочетание такое, ну, именно с градиентом и вертикальный, и горизонтальный переход. Шикарно, как бы, все это дело. Так, ну, а мы с вами продолжаем добавлять в работу декорации. Так, значит, приклею. Нравится мне клеить полосочки, не знаю. Можно, конечно, и не клеить, но я их обожаю. Итак, сейчас немножечко нанесу топ Т-класс. Топ Т-класс просушу буквально там 30 секунд. А, ну, три, буквально, да, сказала. 30 секундочек. Можно приклеить какую-нибудь полосочку. Линии, ну, уже говорила, белое, наверное, будет не видно, а вот черное или золотое будет, конечно же, видно и очень даже хорошо. Так, давайте возьмем золотую. Ну, на самом деле, как бы, я сейчас буду, опять же, приклеивать декорации. Часть линий, конечно, где-то спрячется, где-то будет видно. Ну, посмотрим, как пойдет. Так, убираем все лишнее, приклеили. Так, все, убрали лишнее. Хотите еще черненькую прилепим, да? Давайте приклеим. Спросила сама себе, ответила. Чего бы не поговорить с умным человеком, да? Давайте вот так золотишко и чуть-чуть конкретики. Просто рядышком, просто рядышком. Это я, девчата, сама себе говорю. Золотые линии, черные линии, да, шермикончики мои любимые? Наклеечки. Они так прикольно, ну, не знаю, кажется, так по-взрослому как-то смотрятся сразу. Так, ну, давайте определимся, какие мы цветочки с вами сейчас приклеим. Опять же, еще раз скажу, это калибри номер 41. Я просто уже вырезала, поэтому у меня уже есть откуда вырезать. Поэтому мы сейчас вырежем. Так, 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 я, наверное, возьму вот такую веточку. О, давайте мы это... Да, что я спрашиваю? Давайте, конечно. Давайте я возьму, даже будет прикольно, да, к зелененькому цвету, к голубенькому вот такой вот оранжевый добавить. Тут такие вот как цветочки. Так. Влажная салфетка. Ну-ка, посмотрим, если я, например, вот таким прикрою вот здесь снизу. О, можно вот так. А если так? Не, вертормашками будет лучше, да, вот так, например. Закрою основание, и плюс еще листик, и плюс еще вот так. Как вы на это смотрите? Либо покрутить его немножко, прикрыть основание. Слушайте, я уже это, пошла тут, как это, знаете, круг, кружок умелые ручки, очумелые. Давайте вот так сделаем. Вы не против? Значит, получается, что мне нужно тогда нанести слайдер топ, да, в нашем случае слайдер топ. Если слайдер топа нету, то тогда можно просто базу. Тоненьким слоем либо базу, либо слайдер топ. Закрепим лишний раз шермикончики. Все промежуточные этапы, девчат, всегда рекомендуем, конечно же, наносить очень-очень тонким слоем. Просушиваем 10-15 секунд. Так, берем картинки, которые хотим прикрепить. Подсушили. Прикрепили. Вот так, можно выйти немножко за линию, да, чтобы было, чтобы они сливали, чтобы они были хорошо видны. Так. И непосредственно эту картинку. Я сейчас возьму подушечку для стемпинга, чтобы наметиться и точно попасть туда, куда хотим. А перед этим подушечку, конечно же, вытру. С помощью скотча наберем картинку. Просто вот так можно просто покрутить, как вот мне будет интереснее, как мне будет. Давайте вот так подставлю. О, вот так лучше видно, да? Ага, мне только видно вам, а мне не видно. Давайте я сейчас быстренько подставлю. О, вот так. Основание листочки есть. Все, обязательно подсушу это дело. Подсушиваем. Так, если есть желание что-нибудь там приклеить куда-нибудь, можно приклеить малюсенькую картиночку, но опять же, тогда нужно чуть-чуть теклосом вот здесь, да, чтобы не на липкость, чтобы картинка потом не поднялась. Сейчас вот тут чуть-чуть теклосом, теклос просушу немножко. Так, приклею какую-нибудь маленькое словечко. Уж какие только слов не было, да, в виде наших наклеечек, чтобы мало не показалось, опять же. Так, а если я сейчас вверх ногами вот так возьму? На самом деле, я сегодня спрятала в перчатке, спряталась в перчатке, потому что один ноготочек у меня совсем-совсем почти-почти выломан. О, все. Обязательно обрабатываем слайдер с помощью ультрабонда. Видите, и мы с вами не покрывали полностью ноготь каким-то цветным, да, мы взяли с вами за основу вот такой красивый, новый, нюдовый оттенок, на который можно мазнуть цвет любого гель-лака. Нет, можно мазнуть любой гель-лак любого цвета. И будет смотреться в тему, да, будет очень даже прикольно сочетаться. И после этого, конечно же, закрываем топом, либо глянцевым, либо матовым, какой кому больше нравится. Так, ну я возьму ультрашайн. Ультрашайн. Ультрабондом все обработали. И ультрашайном, ой, вернемся сюда. Так, и ультрашайном, конечно же, все перекрываем. Картинки у нас объемные, поэтому все выровняли. После этого взяли обязательно какую-нибудь чистую кисточку и излишки с объемной картинки. Вот тут, вот тут, тут немножко убрала. Кисточку вытираем, да, вот здесь немножечко. Мне вот нравится это делать кисточкой для градиента. Кисточка простриженная, поэтому очень удобно убирать излишки. Излишки удобно убрать с картинки. Так, все, и просушиваем. С помощью, опять же, эмпасты, да, беленькой, я уже об этом говорила, с помощью белой эмпасты можно взять и натыкать небольшое количество точечек, но они должны быть как микро-микро-микроскопические эти точечки, тогда получается очень даже симпатично. Эмпаста белая, белый рафинад. Кисточка 5 дробь 0 линеарная, тоненькая, видно? Так, и теперь немножечко эмпастой мы доделаем. Не, можно этого не делать, но мне кажется, красивее смотрится. Вот тут немножко, видите, вот тут расстояние маленькое между, вроде как, вроде как оно все в тему, но где-то вот какая-то неловкая такая пауза, и не знаешь, что к чему, для чего это была тут пауза, это почему тут такое расстояние осталось. И вот тут, например, тоже внизу немножко. И вот тут как продолжение. Слушайте, а тут руки так и чешутся, вот тут вот же я вижу элементы кружева, да, которые мы ставили, вот они там. Вот, ну мы здесь не будем ничего дублировать, потому что оно остается на заднем плане, а на передний план как раз-таки выходит наша декорация, правильно же? Вот, ну можно было там где-нибудь еще, если длина ногтя позволит, можно и птичку было прикрепить. Ну, много не будем, совсем чуть-чуть. Просушиваем. И вот что у нас получилось. Пока досыхает наш еще один вариантик, время у нас подходит наше к концу. Девчат, ну спасибо, спасибо за ваше внимание, которое вы проявляете к нашим мастер-классам, которые проходят не только по четвергам, но и другие дни на неделе. Расписание всегда выставляется у Кати на страничке. Сегодня мы с вами использовали 412-й гель-лак, тоже уже многим мастерам известный. Он входит в коллекцию Soulful Morning. Видно вот такой шикарных 6 оттенков, простите, 8 оттенков. Так, я еще сюда голубенькие верну, тоже можно, вот мы голубенькие добавляли. И эта коробочка выглядит, сейчас вот так подниму, вот таким вот образом. 8 оттенков для весны, для лета, и зимой тоже пригодится, на самом деле, эти все голубые и сиреневые оттенки. Soulful Morning. Значит, в сегодняшней презентации, конечно, мы обязаны гель-лаку, который вышел совсем недавно, это 424-й цвет. Цвет Эми, да, это корпоративный цвет, цвет, который, вот вы видите, как раз пузыречек, да, и вот гель-лак как раз-таки такого цвета. И две новых декорации, которые имеют объем. Nell Cruz номер 40 и 41, лиловая дымка и калибри. И мы их тоже добавили в работу. И на самом деле, даже если вы просто нарисуете белый френч, а на уголочек ноготочка прицепите какую-нибудь объемную картинку, в виде листочка, цветочка, неважно, это будет все равно очень красиво смотреться. Так, ну, а на экран я верну сейчас типсики. Типсики, и может быть, кому-то, если понравились такие варианты дизайна, или просто так на будущее себе сохранят, то как раз-таки, вот, можно будет сделать скрин, да. Вот давайте так вот сделаем. Вот так вот ровненько. Просто как варианты, просто как идеи, да. И начинала считать, сколько времени трачу, и на самом деле сбивалась, потому что разговариваем. Всем огромное, девчат, вам спасибо. До встречи в следующий четверг в 2 часа дня. Тему мы еще думаем, какую показать. Ну, я думаю, что будет также интересно. А вы можете, как бы, в своих комментариях высказывать какие-то пожелания. Может быть, кому-то что-то, ну, интересно конкретное увидеть, какую-то технику, и мы можем совместить с новыми материалами, которые будут выходить. Всем удачи, всем творческих успехов, и побольше всем денежных клиентов. До свидания, девчат, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok